МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У меня было несколько попыток попасть в зону боевых действий. Первая попытка моя была в начале 92-го года, но это мне не удалось. Меня и моих друзей вернулись по пути. Ну, второй раз попытались поехать, и в этот раз у меня получилось. Я начал свою службу с казаха. Я сам родом из казаха. И я слышал, что обстреливают казах, я слышал, что там происходят такие бои, что нужна помощь. Первые мои действия получились там. Я помогал как мог, исполнял все причины, которые мне были. Но спустя некоторое время меня уже приняли на срочную военную службу. И я поехал в городе, в Физуле. И вот там уже продолжал службу, уже, будучи настоящим военным. Ну, мы были слишком молодые. Мне было 18 лет. И нас не подпускали к серьезным боевым операциям. Ну, наше старшее поколение. Эти ребята в основном прошли Афган. И были очень опытные. А мы им помогали. С одним парнем с моего призыва. Он был намного ниже меня ростом. И был такой, да, ребенок, который вообще не подходил к таким операциям. Возвращаясь с позиции, мы, ну, так получилось, что мы оказались на позициях, боевых позициях. И оттуда, возвращаясь в наш гарнизон, так получилось, что мы встретились с отрядом диверсионной группы с численностью четыре человека. Так, а нас было двое. А вокруг были дома такие, ну, разрушенные, всякие такие дома. Об этом было хородить, хородить. Вот, мы с этим парнем приняли бой. Ну, представьте себе, да, что безлюдное место, разрушенные дома. И вдруг мы увидели четыре человека, забежали в дом. Мы остановили машину возле другого разрушенного дома, забежали в тот дом. И вот этот малыш, парень, мой друг, он поднялся наверх и сказал. Начал кричать, давать команду, чтобы те сложили оружие и сдались. И что они окружены. Нас было два пацана. Так получилось, что они не стали сдаваться, они открыли по нам огонь. Ну, все такое, мы хорошо закрепились напротив них и приняли бой. Значит, мы очень хорошо провели этот бой. Двое из них, из четырех, было убито с нашей стороны, а двое из них сдались нам. И после того, как они сдались нам, они плакали, что они сдались детям. Им было по 45 лет, все такие здоровые, все так. Мы их связали друг к другу ремнем от автомата. И привели, вернее, не знаю, и гусиными шагами привели их в нашу часть. Будучи, нам было по 18 лет. Это вот мое боевое крещение первое. Самое опасное оружие нашего противника – это их двухличность. Это то, как они могут притвориться добрыми, могут притвориться многострадальными. Враг – профессионал в лицемерии, в двухличии. Он сейчас будет и притворяться, что он опять бедный, многострадальный. Это люди, которые могут за секунду совершить акт вандализма, совершить, убить ребенка, как в хаджалы, как мы это уже видели. И через секунду этот же человек превращается в ангела. Это не мы, это политика. Мы братья, мы кавказцы. Не знаю, что тот же человек. Мы уже знаем их лицо. Это недостойный противник. Это люди, которые могут отправить своих женщин, не знаю, своих детей. Просто и спрятаться за детьми, за женщинами, за стариками. Вот с таким врагом сейчас наши молодые ребята стоят лицом к лицу. Террористическая организация под названием «Арабо». Это считалось на то время одной из самых сильнейших военизированных групп в мире. И всего за три часа боя с азербайджанской армией с численностью в два раза меньше, чем на то время «Арабо». Это было «Вахдара». И всего за три часа этот «Арабо» был полностью уничтожен. Полностью уничтожен. Удалось сбежать только командиру. После этого я и мои сады, частеньки, мои друзья, еще мы поняли, что вместе мы много сильнее. И никакой «Арабо» не может нам противостоять. Вот когда 27-го числа мы услышали о том, что наш президент, верховный главнокомандующий, начал контртеррористическое выступление, это было, я считаю, что это исполнение моей мечты. Освобождение одного сантиметра, одного сантиметра наших, нашей Родины, для меня это, и я не могу это словами сказать, но это такое чувство. Во-первых, я вам скажу так, то, что наша армия прорвала линию обороны, вот линию соприкосновения, это уже победа. Потому что на протяжении 30 лет было построено колоссально непробиваемая линия обороны. Наши войска это сделали за очень короткий срок. За очень короткий срок прорвать, разрушить то, что было построено на протяжении 30 лет, это не было бы под силу ни одной армии на свете. Наша армия доблестная. Вот так исполнила стоящую перед ней задачу. Дальше уже по сантиметрам, по миллиметрам, это уже главное, чтобы, главное, что мы идем вперед. А сегодня у нас есть такой верховный главнокомандующий, есть командиры, профессионалы своего отдела, командование. Вот я просто завидую сегодняшним нашим бойцам, что у них есть такое командование. Субтитры подогнал «Симон»